Привет всем любителям поиграть в трон и также просто зрителям, кто любит смотреть трон. Скоро пройдет следующий турнир по трону, который состоится в июне. Точное число я не называю пока что, но просто в июне. То есть через 5 недель спустя это видео. Сейчас вы узнаете, как он будет проводиться, что там будет, как он будет отличаться от прошлых турниров и также как собственно туда вступить, пока есть время. Набор будет проводиться до конца мая, но желательно конечно пораньше, то есть чтобы никакого мишанины никакой не было. Давайте до 20 мая, последний срок крайний. Испытание будет не таким сложным, как в прошлый раз, там было L3 без триггеров и мили, то есть допускались только самые-самые скилловые. В этот раз по-другому будет, в этот раз могут пройти почти все игроки, которые хоть как-то доходят до второго лупа. И в общем-то, да. Как будет проходить турнир? Ну собственно он будет проходить на Twitch канале. Вам самим нужно будет Twitch канал, кто хочет участвовать. Потому что на других местах просто, ну не эта самая там задержка другая, оверлей другой, мне надо будет все перестраивать для этого. В другие места как-то надо будет приконнектироваться, это создаст больше проблем. Короче, на Twitch. Участвуем на Twitch, транслируется на Twitch. Матчи будут проходить с 16 до 20 по Москве. Что это значит? Это значит, если у вас нет возможности участвовать в это время, вы не будете иметь возможности участвовать в турнире в принципе. Это важно. Это были такие, кто вступал в турнир и... А вот у меня часовой пояс другой, я не могу в это время. Ну вот не можешь и не можешь. По московскому времени вечером будут проводиться матчи все. Все матчи будут проводиться в это время с 16 до 20. Матчи будут сидированными, то есть справедливыми. Конечно, иногда там есть расхождение из-за эффекта бабочки. То есть, что кто-то выбрал абсолютно по-другому стиль игры. И у него выпали другие, например, пушки. Или, например, менты-элитники не сидируются. К сожалению, это довольно печальные вещи творило на последнем турнире. Ну, это такие побочки, можно сказать. Но в основном сидированные забеги означают то, что у вас будут одинаковые этажи, одинаковые мутации, одинаковые пушки почти всегда. Единственный вариант вот это элитные щитовики, да. Элитники, просто элитники. Просто щитовики они больше всех доставляют в этом плане. Про других я даже не вспоминаю. Сидированные матчи до 4 побед. Это значит, что в одном матче будет 7 раундов максимум. Казалось бы, очень много, но поясню. 2 раунда до трона. То есть, сесть на трон просто. Довольно быстро. Потом 3, 4, 5 раунды идут до капитана. Если счета 4-1 или 4-2 не было, то будет 3-2 или 3-3. И тогда последние 2 раунда, то есть 6 и 7 раунды, которые прям определят лидера, если будут на равных сражаться, там будет новая категория «Все боссы». Это категория, которую придумали буквально пару месяцев назад. На этой категории она называется «Все боссы». Нужно убить, собственно, всех боссов. И закончить капитаном. То есть, вы идете обычно до лупа, через оазис, убиваете бандита, убиваете бигдога, убиваете хантера, убиваете первый трон, второй трон. Потом убиваете мамку, потом убиваете лупную собаку, но это уже не считается. Потом убиваете, собственно, кристалл в пещерах и техномантера в лабах. В лабах вам нужно сесть в штаб, активируете ванн, и весь этаж зачищается. Это означает, что техномантер умирает, так что можно в лабах заходить в штаб, и это будет считаться за смерть техномантера. И после этого убиваете капитана. То есть, все боссы в игре существующие убьются за один забег. Это вот эта вот категория, как раз таки. Но она, конечно, для тех, кто, собственно, будут идти на равных, для самых последних двух раундов. А все остальные, кто, собственно, будут перемалываться в кашу, скажем так, то они даже не увидят эту категорию. Они будут сражаться на ранних этапах. То есть, с троном и капитаном. Так что раунды, матчи будут не такими долгими, как вам кажется. Семь раундов это не так много, потому что, собственно, троны капитана это довольно быстро, а вот все боссы это уже более интересно. Если вы забыли, то на последнем турнире там были категории до капитана на втором лупе, до второго лупа. В общем, по раундам объясню. Дабл эллиминейшн система будет, то есть привычная уже будет одна сетка победителей и вторая сетка, где будут проигравшие. Один раз проиграл, еще не выбываешь. Два раза проиграл, выбываешь. И у каждого будет второй шанс. То есть у каждого будет шанс на один проигрыш, и он все еще останется только в сетке в другой, собственно, в сетке однажды проигравших. Ну вот, собственно, как пройдет этот турнир. А теперь к требованию. Какие требования тем, кто хочет, собственно, участвовать? Ну, во-первых, собственно, иметь игру, лицензию в стиме и играть дейлики. Хотя бы 5 дейликов нужно сыграть, чтобы у вас была хоть какая-то статистика на сайте TronBat. Регистрироваться на TronBat не надо, оно там автоматически все заносится. Вам просто нужно сыграть 5 дейликов, как минимум, и у вас будет хоть какая-то статистика на официальном, собственно, сайте по дейликам. Почему именно дейлики? Потому что, собственно, у вас есть одна попытка сыграть один дейлик в один день, и больше никаких поблажек. Это именно лучший способ для того, чтобы определить ваш уровень игры. Ну и к тому же, если вам плевать на дейлики, значит вам, собственно, плевать на свой скилл в игре, потому что малоскиловые игроки не играют дейлики. Ну, это моя логика, ладно, не придирайтесь. В общем, играйте дейлики, и по ним я буду определять, на каком уровне вы, собственно, играете. Кроме того, там в анкете, которая, кстати, ссылочка будет в описании, ее надо будет запомнить всем участникам. В анкете будет пунктик, типа, как вы себя оцениваете. Это второстепенно, на самом деле, то есть, во-первых, я буду смотреть по дейликам, во-вторых, я буду смотреть, как вы, собственно, в анкете себя заполните. Ну и, в-третьих, если совсем буду сомневаться, буду смотреть на вашу игру, чтобы расставить вас по силе. То есть, вам нужно будет записать, точнее, даже не записать, а в прямом эфире делать квалификацию на турнир на Твиче. Почему именно на Твиче, и почему именно на стриме, то есть, в прямом эфире? Во-первых, так я проверю то, что вы можете стримить, то, что у вас есть канал на Твиче. Также я проверю то, что вы можете стримить без лагов, без перебоев, и то, что вы можете адекватно настроить свой EBS, чтобы у вас игра на стриме не лагала. Если у вас плохой комп, то вы можете снизить настройки настолько сильно, что будет просто расплываться все, но картинку будет видно. Это самое важное. Главное, чтобы она не дергалась, не лагала. Пусть она будет очень некачественной, очень шокальной, пусть стрим будет там 100 на 200 пикселей, это не важно. Главное, чтобы я понимал, на какой локации вы находитесь, и что у вас в руках, собственно. Больше ничего не нужно. То есть, качество не важно, главное плавность картинки. Ну и кроме того, помимо введения самого стрима, вам нужно одновременно с этим находиться в голосовом чате в Дискорде. Если у вас нет возможности стримить и находиться в Дискорде в голосовом чате, то вы не допускайтесь к турниру, это важно. Потому что через голосовой чат я буду пояснять вам, что кто-то там дошел, и начинается следующий раунд. Или наоборот, начинается раунд, вы стартуете одновременно, когда я дам команду. И по-другому уже никак. То есть, были такие случаи, что кому-то там, ну вот, не получилось в Дискорд зайти, и мы там на бутылках все сидели из-за этого. Делали все в костылях. Такое я больше не допущу. В общем, если у вас нету такого возможности, то не будет возможности участвовать в турнире. Повторю, то есть у вас должна быть игра, у вас должны быть дейлики сыгранные, у вас должен быть Twitch с Дискорде. Говорить в голосовом чате не нужно. Нужно только слушать. То есть микрофон не нужен. И, собственно, вам нужен стабильный интернет. Для того, чтобы не вылетать в течение матча, это очень важно, потому что я не хочу, чтобы начал матч, который запланирован, который оба игрока знают, что они в это время участвуют. Оба пришли, стрим идет, все ждут. И тут один из стримеров, ой, один из участников просто вылетает, у него интернет пропал. Это очень не очень, согласитесь. И если у вас нестабильный интернет, то лучше все-таки не участвовать. Проверьте несколько раз, чтобы ваш интернет работал хорошо. Кроме того, вам нужно уметь пользоваться модами НТТ, потому что вы будете загружать Син мод. Ну, в принципе, это единственный мод, которым нужно пользоваться. И самое главное. Самое главное это испытание. Испытание. Испытание будет подкреплять все, что до этого сказано. Итак, в прямом эфире, на Твиче, это важно, каждый пункт важен, без смертей и рестартов, стартуя за рандомного персонажа, вам нужно сесть на трон 3 раза подряд. То есть вы выбираете рандомного персонажа, который при каждом рестарте будет меняться. Они все стартуют с стандартными пушками, без корон. Стартуя, то есть вам нужно сначала снять все короны, снять все пушки нестандартные, стартовать рандомным персонажем. Вы начинаете забег, садитесь на трон, нажимаете ретри после катсцены, после концовки, и садитесь на трон снова тем персонажем, кто вам выпал. Итак, трижды, трижды подряд рандомным персонажам нужно сесть на трон. И это все должно происходить на стриме Твича, без перебоев, без лагов. И... И, собственно, все. Да? Вот такое вот испытание. В описании будет ссылочка на анкету, там также все написано, все, что я сказал, там подробно рассказано. В принципе, вы можете просто даже не смотреть это видео, просто перейти по ссылке и сразу заполнить эту анкету. Ну все, увидимся в июне. Если вы заполните анкету, то я вам напишу в дискорде. Это также важно оставаться онлайн в дискорде, потому что там вся кооперация будет через мой канал. Ну и все, увидимся. Заходите на стримы, каждый день в 4 по Москве. Пока.